итак дорогие друзья здорово сегодня я хотел бы вам показать что я собираюсь делать с вот этой вот дыркой на своей суперской волке как видите полностью прогнило все то есть тут вообще все печально дырка просто опасная вот сейчас я вот это все хочу зашкурить болгарочкой чтобы он был виден вот этой темой и потом уже непосредственно продолжим работу с вами дальше буду показывать когда сейчас все это сделаю потом уже перейдем к другой работе покажу как все получится итак дорогие друзья вот что у нас получается работа топорная вообще то есть как-то вот так вот лучше пока у меня не получилось а что-то такое сейчас я буду это все дело короче обезжиривать шлифовать клеить ну и дальше в дальнейшем я покажу во первых что хочется сделать я посажу вот у меня есть покровка обычная такая вот абоксидка и самое главное вот это стеклоткань вот стеклоткань на абоксидку мы изнутри наклеим на вот эту дверь и уже потом когда она высохнет несколько слоев еще спереди наверно на один слой загоним это все вот этой штучкой шпаклевочкой и потом уже закрасим краской краску не просто необычная белая и так вот что у меня получилось это чисто получается гляньте представляете забыл как называется эта штучка ну вот эта тряпочка вот я ее посадил полностью на абоксидку изнутри показывать не буду внутри в принципе то же самое только немножко небрежней сделано было трудно он здесь сажал на прищепку приклеивную прищепку придел а ночью все свежая как бы он видите все капает течет да короче грустно но пока так пока так вот эту сейчас всю фигню вытру потому что когда она засохнет ее будет вообще не отодрать ничем а потом естественно будем уносить спаклевку так дорогие друзья прошло у нас полтора дня вот что у нас получилось а это у нас получается стекловолокно на абоксидке я ее сейчас немножко тут подрезал но плоховато видно да тут я проделал дырку чтобы держалась наша шпаклевка вот здесь тоже подел небольшую дырочку здесь подрезал ну короче вот так вот это все выглядит я это немножечко сейчас зашкурил так слегка вообще и обезжирил уже потрогал там своим пальцем поэтому на будет опять на обезжиривать и в итоге сейчас еще немного зашкурю обезжирю и потом буду наносить шпаклевку шпаклевка у него такая вот смотрите ничего особенного мне нет вот такая первый раз это все делаю посмотрим как это все будет у меня надеюсь результат меня порадует так что давайте до встречи итак ребята вот что у нас получилось смотрите вот такая вот штука я очень рад это только первый слой он уже круто офигенно тут немножечко есть провал совсем чуть-чуть потому что там дырка у нас было и вот смотрите как изнутри если вам будет видно вот примерно вот так изнутри но изнутри нам сильно там не нужно было поэтому я так сделал вот примерно вот такая вот тема потом это все зашкурится более-менее и выведем потом второй слой более менее ровный ну чтож когда уже начну вводить второй слой потом продолжим итак второй слой уже где-то сохнет наверно часика два может быть три немножечко вот вниз как видите пошкрябан и ну такое то я тут уже немного накосячил но это так ерунда гляньте как гладко здесь вышлифовалась вообще я просто доволен результатом сегодня вечером загрунтую и возможно возможно я уже начну носить краску конечно это еще не точно но грунтовать я буду наверно в часов 6 вечера потом плюс краска два или три слоя грунта из сверху краска потом еще лак не знаю короче но наверно буду заниматься ребята всем здорово и прошло несколько дней и вот смотрите что у меня получается это второй слой грунта видно конечно плоховато но вот видите вот есть неровности неровности это все походу за мне некачественной шлифовки видите грустно конечно потом вот сейчас фокусируется я конечно хотел намного качественного походу я понял что мой косяк следующий раз сделаю намного лучше но я думаю это второй слой грунта я надеюсь третий слой еще немного это подберет и краска вообще это дело уберет не будет видно но я короче намерен сделать вообще по красте 6 3 слойчик нанесу и потом уже краску в два или в три слоя пахнут то есть не буду экономить здесь я тоже немного загрунтовал но она не видно тут вообще у меня на скорой видите как говяна получилось но это первый опыт моей шпаклевки поэтому я не знаю может кто-то сделать лучше кто-то будет критиковать но пока так потом когда уже нанесу краску уже покажу так сказать финальный вариант как она выглядит итак дорогие друзья финальная часть видео что у меня получилось вот смотрите в принципе получилось и грубовато очень сильно грубовато но это мой первый опыт поэтому скажу строго не судите вот так что смотрите сами как бы вот давите вот края видно но край это фигня потому что края здесь шел строительный скотч и как бы его можно зашкурить наждачкой это мелочь вот тут это вот плохо вот это края шпаклевки немного видно но это если вот прям присматриваться если смотреть вот так вот ну короче с расстояния роста да то все то есть как бы вообще отлично единство пока край от скотча видно поэтому я считаю результат очень крутой прям очень крутой я ставлю потом фоточку как было и вот как стало вот ну то есть прям вообще до результат меня очень сильно порадовал ладно дорогие друзья всем огромное спасибо пишите свои комментарии свое мнение я считаю что для первого раза как бы ну можно конечно было сделать получше но со спешкой быстрее быстрее хотелось видеть результаты как бы да немножечко так получилось но я думаю это результат довольно таки эффигенный по сравнению с той дыркой которая была поэтому всем спасибо за внимание и до скорых встреч много пока 2 а и и а и и и и и